Все выше и выше и выше А вот и первые встречи Над крутыми вершинами гигамского хребта парят хищники И не простые, а судя по размаху крыльев очень крупные И уверяем вас, чрезвычайно редкие Присмотритесь, здесь их два вида Полностью черные – это бурые грифы А те, которые светлее – белоголовые сипы Размах крыльев у сипа более двух с половиной метров Ничего себе птичка! Огромные широкие крылья – признак хороших и неактивных летунов Не летать эти птицы предпочитают, а парить Почему? Ну а куда торопиться? Добыча сипов и грифов никуда не денется Потому что питаются они мертвой пищей – падалью Их так и называют птицы-падальщики А еще их называют пернатые санитары Тоже понятно почему Обратите внимание на голову и шею сипа Шея длинная и слабо оперенная Она покрыта пухом Голова узкая, словно продолжение шеи с относительно невысоким клювом Слабое оперение или же просто голая шея и голова – явный признак птиц, питающихся мертвой дичью Уж слишком грязное это дело – мертвичиной питаться Паразиты всякие, болезни пристать могут Попробуй оперение не испачкай в такой ситуации А если его нет? Конечно же, без густых перьев на голове и шее проще Сипы населяют горы и предгорье Но в поисках пищи могут посещать и равнины Гнездятся они колониями Гнезда располагают в нишах труднодоступных скальных обрывов Смотришь на такие места И голова кругом идет Как можно жить в таких недоступных условиях? А все для того, чтобы никакой хищник не посягал на жизнь птенца Он, кстати, в гнезде сипа один Нелегко, наверное, выкармливать У всех пернатых падальщиков великолепное зрение Благодаря сильным и широким крыльям Сипы, грифы, бородачи Могут подниматься на огромную до двух километров высоту А еще они используют восходящие потоки горячего воздуха Поэтому активны все жаркое время дня А вот по утрам и вечерам не прочь отдохнуть лишний часок Паря высоко в небе Сипы и грифы очень внимательно следят за тем, что происходит на земле Благодаря своему феноменальному зрению Они замечают на земле любых, даже небольших, мертвых животных Впрочем, птицы следят не только за землей, но и за сородичами Стоит одному из грифов обнаружить добычу и спуститься к ней Как остальные собратья бросаются вслед Иногда слетается несколько десятков хищников И представьте, всем хватает По крайней мере, они ведут себя достаточно миролюбиво А говорят еще, что умный в гору не пойдет Еще как пойдет Ведь именно там самое интересное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok